Это станция управления лифтом, а рядом главный механизм – лебедка, который отвечает за подъем и спуск кабины. Теперь здесь все абсолютно новое, как и сами подъемники. Работу по замене лифта можно сравнить с операцией по коронарному шунтированию на открытом сердце. Это аорта дома, по которой ежедневно десятки людей поднимаются в свои дома. Ее и очищают от старого подъемника. Затем приступают к сборке и установке новой кабины. Далее монтаж тросов лифта. Идет полная замена лифтового оборудования. Двери, проводка, лебедка, станция – все полностью меняется. Плюс добавляется там определенное еще дополнительное освещение, ремонт машинного, капитальный ремонт полностью. Новое оборудование российского и белорусского производства. По словам специалистов, оно ничем не уступает европейским собратьям. Кабины новых лифтов – энергосберегающие, обладают защитой от вандалов и тихим ходом. А дверные проемы оснащены умными датчиками. Наталья, которая живет в этом доме 15 лет, надеется, что с появлением нового оборудования ее история с застреванием в лифте должна остаться в прошлом. Старый лифт был в ужасном состоянии. Вот я когда даже приехала, мне было 12 лет, когда мы заселились в этот дом, и он сразу застревать начал. И вот на протяжении многих лет я застревала каждый день. Работы по замене лифтов здесь начались в мае. Для удобства жителей процесс проводится поэтапно. Пока один подъемник монтируется, второй остается в работе. За соблюдением всех норм и правил монтажа строго следят эксперты строительного контроля. По окончанию производства монтажных работ собирается комиссия в составе управляющей компании, подрядной организации, обслуживающей организации. Все, мы, значит, комиссионно все проходим, смотрим, проверяем все узлы, эстетику. И после этого лифт запускается в нормальную работу. До конца этого года в городском округе по программе капитального ремонта заменят подъемники в восьми многоквартирных домах. А это 46 новых лифтов. Юлия Самошина, Олег Тюрин, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ.